Вы меня задеть не можете. Вы реально меня задеть не можете. Вам надо просить прошения у моих слушателей. Сначала начну с книга, моего соавторства с Жейком Кейнфилдом. Вы не верите в то, во что видите, но вы видите то, во что верите. Ко мне люди приходят не для того, чтобы слышать мой идеальный русский язык. Они приходят, чтобы решать свои собственные проблемы. Вообще хейтерство – это грязные дела. А грязь всегда можно отмевать. Всегда найдется 10% людей, которые против своего народа. Так что у меня духовная цель, дорогие мои. Мне Бог помощь. Поэтому вы не можете меня остановить. Я хочу оставшую свою жизнь провести на служении людям и Богу. Вдруг это поможет кому-то. Кто-то из вас пишет, что я пишу свое мнение. Не пиши в моем странице свое мнение. Пиши, если оно полезное. Конечный путь грязи – это помойка. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели, дорогие наши зрители. Спасибо, что смотрите нашу страничку, смотрите наш YouTube-канал и посвящаете наши тренинги, читаете наши книги. Дорогие мои, вы знаете, почему я веду эту страничку или YouTube-канал с такой целью, чтобы поддерживать и быть полезным для вашего бизнеса, чтобы ваш доход удваивался, чтобы вы могли побесстрее избавиться от кредитов, долгов и так далее, чтобы сокращалось количество разводов и, самое главное, чтобы увеличивалось количество людей, которые хотят быть реализованы в жизни. Сами задавайте себе вопрос. Большинство людей, они реализованы в жизни? Они живут так, как мечтают или так, как получается? Скорее всего, большинство живут так, как получается. Все это рубрика, все мое деятельность, все это целенаправленное направление для того, чтобы именно поддерживать таких людей, чтобы они могли реализовать себя в жизни, раскрыть тот талант, который Богом дано. Хочу вам в этом, именно в этом рубрике отвечать на многих вопросах, которые, можно сказать, как это шумиха создали наши странички и так далее. Сначала начну с книги, мое соавторство с Жейком Кейнфилдом. Я писал в этом, это типа сборник, это типа сборник, который все эксперты мирового уровня написали. Услово было, что эксперт должен быть практиком. И очень важно, чтобы знания были актуальны на данном этапе и были максимально практичны. И самое важное, чтобы человек, который это писал, он должен быть практиком, который он сам пережил и делал это многократно. А мой конек – это системный подход. Подход ко многим вещам для налаживания этой системы и так далее. Поэтому я написал системные именно мышления. Пятая голова – это мое именно системное мышление. Она очень-очень хорошо помогала. И она действительно очень понравилась им всем и так далее. И в этом книге много авторов. Но кроме Жейка Кейнфилда я их не знаю, остальных. Поэтому сама модель этого сотрудничества, это придумал Жейк Кейнфилд, это его концепция. Он так работает, оказывается. И в мире сейчас, конечно, больше него никто книги не продал. Он более 600 миллионов книг продал. Вы понимаете, в истории человечества такого не было. И вот это большой успех. Это очень большой успех. Модель была такой, что в одном книге, который в Америке или Амазоне будут на продаже, будут фотографии только самого Жейка Кейнфилда. А в заднем обложке будут фотографии всех авторов. А для каждого автора они сделают ограниченное количество. Сколько я хочу, они делают для меня. Для другого автора тоже самое. На обложке книга с фотографией автора с Жейком Кейнфилдом. Что это показатели, доказательства, что этот автор является соавтором этого книги, в которой написаны многие эксперты. Вот так, дорогие мои. В общем, они книги выпустили. По идее, должна была быть вот эта октябре презентация книг. В связи с этим, коронавирусом, пандемией и так далее, принесли на сентябрь следующего года, 2021 года. В Голливуде будет презентация. Вот, ждите, следующего года в Голливуде будет презентация. Я покажу, и вы увидите того. Теперь, в связи с тем, что люди, возможно, я поставил свою страничку от радости, потому что, вы понимаете, к нам говорили, к нам пришло письмо о том, что книга попала на первые 100 топ, 100 книг в Амазоне. Это же большое достижение. И вы представьте на минуту, что вы участник этого. Вы как себя чувствуете? И от радости я взял эту книгу, обложку, все, поставил свою страничку. И вот с чем мы столкнулись. Наверное, это была моя ошибка, что сначала надо было мне ждать книги, когда придут, потом показать, рассказать и так далее. И, наверное, кто-то из вас не понял сам. Кто-то из вас. Наверное, это была наша ошибка, что мы торопились поделиться своей радостью, мне кажется. Вот так. Или, возможно, нет, возможно, по-другому выявили. Возможно, просто такой модель и вам непонятно было. Я тоже только о этом модели учился. Только-только недавно увидел этого, Америка учился. Вы представьте на минуту, что в Амазоне попасть на первые 100 продаваемых книг. Вы можете в своем районе, в своем селе, или в своем городе быть. Но в мире это очень-очень большое достижение. Поэтому это было от радости. Я начал показывать и так далее. Я думал, что есть много людей среди наших читателей, наших слушателей, среди вас, те, которые получили пользу от моей книги, тренинги и так далее, и будут рады за этим успехом и так далее. Поэтому это дело. Поэтому, наверное, в связи с тем, что неправильно показали вам, и тут же вот, получается, значит, нам это модель вам надо было, наверное, объяснить сначала и так далее. Вот так. И вы не поняли. Поэтому в книге два обложка, и люди начали запутаться. Вот. Вы в предыдущем уроке, в предыдущем видео мы показали, как пройти самому, проверить. Самому проверить, действительно ли это так или нет. Поэтому обязательно пройдите по страничку Амазон, посмотрите, пожалуйста, посмотрите документы, факты, которые официально являются соавтором. Официально есть у нас документы о том, что Амазонные книги выходят на топ первые сто. Но я изначально согласился в том, что доходы отказывают от этого книга, это все идет на благотворенность. Изначально согласился на это. Поэтому вот такова была договоренность. Теперь мы попали под центр Мишен Хейтери. А Хейтери меня оскорбляют, называют меня фотошопером, и называют как будто обманщиком, называют, выливают полный грязь. Не знаю, откуда весь толк у вас внутри ненависть. Не могу понять, откуда у вас столько грязи. Кто-то из вас пишет, что вот я ждал, когда его кто-то вот-вот на чистую воду вводит. Кто-то пишет, что мне ощущение, что вы просто ждали повода. Правда? Интересный вид, надо же. Интересно, не могу понять, что я вам плохого делал в жизни. Мне удивляет, что наверное, я не единственный, кто вас раздражал или раздражает в жизни. Вы понимаете, у вас своя картина восприятия мира. Вы, какой внутри, так и воспринимаете наружу. Человек виден не глазами, человек видит своим умом, своим ожиданием. Вы видите то, во что вы верите. Вы не верите то, во что видите, но вы видите то, во что верите. Я просто был удивлен, как некоторые люди, оказывается, просто мольчали, ждали повода и так далее. И вот так пошло, пошло и поехало. Кто-то из вас, наверное, не умея проверять, не осознавая, не изучая, глубоко не вникая, просто написал, о, это же фотошоп. Ну, как бывает, во дворе бабушки что-то говорят. Ну, это, наверное, это фотошоп. И на тебе, пошло-поехало, мышление толпы. Все подряд, во, да вы что, и так далее. Я знал, что он обманщик, и так далее. Ты что, со мной встретился, я тебя обманул когда-нибудь, что ли? Ты хоть побывал на моих тренингах, изнутри знаешь мою систему, ты попробовал практиковать, чему я обучаюсь, и это не работало. Это неправда. И пошло-поехало, у вас мышление толпы, один кто-то сказал, что это вот это фотошоп или что-то, и все начали писать. Хотя вы сами ничего не проверяли. Хотя вы сами глубоко не поняли. Вы себя читаете умными. Вы себя читаете, что якобы я тренер и нашел аудиторию, которая малограмотных людей, обманывая и так далее. Вы себя читаете умными, оскорбляете мои слушатели, кто-то из вас их даже назвал баранами и так далее. А кто вы сами такие? Вы хоть подумайте, пожалуйста. Вы даже понятия не имеете, кто мой слушатель, кто мой читатель. Вы меня задеть не можете. Вы реально меня задеть не можете. Вам надо просить прощения у моих слушателей. Почему меня задеть не можете? Потому что мне жизнь закаляла уже. Мне пришлось бороться за свое место в жизни. Я много раз столкнулся с таким подходом к критике. Таково было в 2000-х годах, когда я начал более активно выступать и так далее. Хотя тогда очень плохо говорили на русском. Я с этим столкнулся и в России в 2000-х годах. А потом я с этим столкнулся в 2007-мых годах в Кыргызстане. В 2005-мых годах, в 2006-мых годах в Казахстане. В 2015-2016 годах самый большой критик. Меня критиковали в Таджикистане. Теперь в вашу очередь. Потому что вы себя чувствуете более образованно и выше. Поэтому это нормально. Но у меня есть цель. Я знаю, куда я иду. Я за него иду. Поэтому я привык, как идти за свои цели. Я знаю, что я делаю. Вы меня не можете остановить. Но вам надо просить прошения у моих слушателей, у моих читателей. Не оскорбляйте моих слушателей, моих читателей. Никогда это не делайте. Я могу уверенно сказать, что мои слушатели, мои читатели намного успешнее, чем вы. Среди моих учеников есть такие, что намного грамотнее, чем вы. Намного образованнее, чем вы. И во всех параметрах они превосходят вас. И в духовном параметре, и по деньгам, и в статусе, и по карьере. Вы даже представления не имеете. Вы судите, исходя из каких-то водных моих тренингов, которые в Ютубе видите, или какой-то нибудь там соцсети и так далее. Вы один раз вникайте в моем деле. Для того, чтобы мне сказать, называть, что он мошенник или кто-то, вам надо быть экспертом в том, что я делаю. Вам надо вникать, что я делаю. Посещайте мой тренинг, попробуйте практиковать мои знания. А когда они работают, приходите сказать, да Влад, ты неправильно делаешь. Я на миллион процентов уверен, что вы эти слова пишете просто в своем мнении. Просто, то есть, ваша картинка восприятия мира. По вашему мнению, как будто так нереально. Поэтому, когда человек сталкивается с такими, он считает, что это невозможно, это нереально. Потому что вы никогда в жизни такого не видели. Поэтому, вы знаете, есть такая теория, черный лебед. Это означает, что если ты не видишь белого слона или черный лебед, это означает, что возможно, его не существует. Возможно, природа его существует, но ты его не видел, возможно. Дорогие мои, я вам расскажу, кто мой слушатель. Мой слушатель очень образованный человек. Это человек, который понял в жизни, как построить свое будущее. Это человек, который реально сам создал рабочие места и сам зарабатывает для себя и для свою семью честным путем. Это человек зрелый человек. Он уже в жизни много пережил. Поэтому такого человека вы не можете хитрить. Он в жизни многого увидел. Мой читатель, мой слушатель на 80% такой. 10% начинающий. Но большинство из них зрели люди, которые в жизни пережил. Он, может быть, не закончил такой вуз, как вы. Он, может быть, не такой по вашим меркам, как будто вы читаете его ум, что неграмотно. Но, поверьте моим словам, его жизненные мудрости намного больше, чем вы. Намного больше. Запомните это, пожалуйста. Вы один раз побывайте среди моей аудитории, посещайте тренинг. Только тогда поймете реально, как есть на самом деле. Реально поймете, что на самом деле это правда или нет. Я думаю, что уважаемые мои истинные слушатели, уважаемые мои настоящие читатели, кто меня уважает, кто получил пользу от моих тренингов, семинаров. Эти люди, которые сейчас нас оскорбляют с вами, они не меня оскорбляют и не вас. Они борются с самим собой. Они оскорбляют свое собственное представление от своей жизни и о будущем. Понимаете? Они не только к нам так относятся. Скорее всего, они во все параметры своей жизни так и делают. Поэтому я прошу прощения за них перед вами, что вы в этой страничке не за них подписаны. В этой страничке подписаны за те ценности, которые берете и помогают вам в жизни. И я прошу прощения, что иногда в моем страничке тоже, кажется, могут попасть такие люди, которые могут вас оскорблять. Вот. Иногда это ничего не поделаешь. Иногда в огороде пшеницы и дикие травы вместе должны расти. Иногда порою так. Таково закон. Дорогие мои, уважаемые мои читатели, ваши достижения, ваш доход, ваш рост, то, что вы избавляетесь в кредитах и так далее, ваш результат, это моя гордость. Я этими горжусь. Я потому, что я работаю именно для этого. Я буду гордиться. Почему? У меня есть чем гордиться. За моей спиной за эти годы, за 20-го года более 1,2 млн. человек посвящали мои семинары и тренинги. Я этим горжусь. Я написал 14 хороших книг. Я этим горжусь. Это факты. Их нельзя отрезать. 296 человек индивидуально предприниматели учились у меня. И сейчас учатся часть из них. 30 долларовых миллионеров я выросл за 5 лет. Я этими горжусь. Моя книга «Действие, как стать миллионером» территории СНГ, она занимала 6-й месяц, как эта книга вышла. В ноябре прошлого года, или в декабре прошлого года, она сразу занимала 6-е место. «Топ-продажа первая десятка». Вы знаете, я этим горжусь. Среди 17 500 чем-то книг, среди столько авторов, около, представьте, 17 500 авторов, моя книга занимала 6-е место. Я этим горжусь. Потому что это факты. Факты нельзя отрезать. Я горжусь. Уважаемые хейтеры, чем вы гордитесь? Кроме того, что сети других оскорблят. Я горжусь, что я участвую в социальной жизни общества. 5 лет я оплачивал самых лучших учеников сель района 64 школы. Сейчас провожу Олимпиаду «Золотой талант» по всему Сагридского областа. Сель, весь область. Я оплачиваю тех, кто учится хорошо и так далее. Я хочу внести свой вклад в развитие своей страны. Мы строим более 100 дом знаний Хонэ и Донеш, как в виде библиотеки, чтобы людям было доступно и интернет, и книги мирового уровня, чтобы они могли почитать и так далее. Чтобы тот безграмотный народ, которого вы оскорбляете, чтобы они стали лучше. Я работаю на это, чтобы внести свой какой-то хоть небольшой вклад в развитие экономики этой страны. Я каждый год инвестирую несколько миллионов долларов в своей стране. А что вы делаете? Чему вы гордитесь? Я получал 10 300 таджиков бесплатно и по всему миру. Протяжении 8 лет я обучал всех, можно сказать, наверное, в районе 20 тысяч студентов-школьников в Кыргызстане бесплатно. По всему Кыргызстану в 2013-2014 год я раздал 176 тысяч книг 11-классникам бесплатно благотворительности. И я этим горжусь. В этом году коронавирусы 156 семьи, которые наши, народ, которые остались в России без работы, без еды, без ничего, мы 156 семьи помогли в этом карантине. В этом карантине мы помогли 42 больницы в Таджикистане. 42 больницы от этих, все эти медицинскими халатами, масками, туда-сюда, чтобы эти люди, они работают на фронт, в самом, просто самом сложном месте, чтобы они спасли ваших братья-сестра. Ваши братья-сёстры. Они помогли. Я этим горжусь. Я думаю, что кто-то из вас, сидя в Америке, сидя в Лондоне, сидя в каких-то европейских городах, обсуждаете нас. Вы так себя ведёте, как будто Америку вы построили, как будто Англию вы построили, как будто эти люди живут благодаря вас, как будто это ваша заслуга, что они так, их экономика развита. А если ты сильный, тогда скажи, что ты внёс в это общество, в эту жизнь человечества? Какой вклад ты внёс своему народу? Далеко не иди, я знаю, почему Господь меня создал таджиком, потому что сейчас этому народу я очень нужен. И кроме своего народа я очень нужен всем людям и Средней Азии, и Африки, и Индии, и Китая, и, может быть, и в Америке. Понимаешь? Я знаю, зачем я живу. У меня духовная цель, дорогой. Поэтому то, что вы говорите, это меня не остановит. Почему я эти вещи делаю? Почему обучением занимаюсь? У меня достаточно денег, но я бесплатно никого не буду учить. Почему? Чтобы делать фильтр от таких, как вы, от таких, как невежественных людей, потому что эти знания я получил за миллионы. Во-первых. Во-вторых, нельзя просто так отдавать. Никто не сенит. Я занимаюсь обучением, потому что знаю, что так я могу принести больше пользы этому миру. Я хочу быть полезным. У меня 24 бизнеса, и это факт. Понимаешь? Кто-то из вас пишет, что как могут учить тот, кто бизнес нет? Приходи ко мне, я тебе покажу. Научу, покажу, и ты увидишь. Сначала, прежде чем что-то оскорблять кого-то, сначала вникайте в его дело, осознайте все изнутри. Если я был бы мошенником, президент страны ко мне, пришел бы в бизнесе? Вот тебе вопрос. Если у меня не был бы бизнес. Отличие от многих из вас, именно тем я отличаюсь, что я практик. Понимаете, можно делать вид, что ты диплом купить можно. Можно делать вид, что ты понимаешь, скажем, богатый и так далее, ты чей-то сын, чей-то внук, а вот делать вид, что у меня не получится. Род откроешь, все видно. Вы род открыли, у вас все грязь выливалась в этой странице. Кто-то из вас пишет, я свое мнение написал. Сво мнение дома расскажи. Здесь пиши только то, что полезно. Эти люди пришли не тебя слышат. Эти люди подписывались на твою страничку. Если твои слова не принесут им пользу, оставь свое мнение перед себе. Они не нуждаются. Вряд ли кто-то из них здесь странички, чтобы просто спросить твое мнение. Чему вы гордитесь? Вы гордитесь, что вы умеете говорить на русском языке лучше, чем я? Это наверное ваша единственная заслуга? Вы гордитесь, что вы грамотно пишете, чем я на русском языке? Подождите, представьте, это странно выглядит. Кто-то рисует хорошо, значит он должен звонить тому, кто плохо рисует, оскорблять, почему ты плохо рисуешь. А кто-то, например, хороший инженер, должен оскорблять других, почувствовать свое превосходство. А кто-то хороший, скажем, что не знаю, домой в мечети, или кто-то хороший врач, он что, должен оскорблять других? Ну, если вы хорошо пишете, хорошо говорите на русском, вы молодец, вы молодец, супер молодец, ну и что? А кто-то из вас даже гордится, что я внук писателя и так далее? Ну, я думаю, что этим твоим поступком, если был бы жив твой дед, не гордился бы вот именно этим твоим поступком. Он ожидал бы намного, наверное, другое. Что касается моего русского языка, я специально не учился русский язык. У меня достаточно багаж слов, чтобы выяснить свои мысли, а я специально не учился и до сих пор еще не учился, потому что 70-80% выступал в территории Средней Азии, 60-70% людей, которые в Средней Азии, дальний момент в этом поколении, именно в этом поколении, которые сейчас, они идеально не говорят на русском. Вы представьте на минуту, если человек приходит ко мне в зал, он видит меня, у этого человека столько-то бизнесов, и он миллионер, и он доктор наук, и он написал столько-то 14 книг, и так далее, и так далее. И каково у него в голове по отношению ко мне восприятие? Конечно, тебе легко сказать, а ты же не знаешь мое положение, у меня 7 детей, я всего лишь водитель, я только-только хочу изменить свою судьбу, я всего лишь врач, я всего лишь учитель, или я только-только в базаре пытаюсь контейнер открыть, что-то продавать. Соответственно, он, глядя на меня, психологически себя убеждает, что я не могу. А представьте сейчас другого образа, он приходит, видит парня, который ломаным русским языком разговаривает. Нормально даже не могут объяснить, нормально, но плюс к этому он успешнее, он своим примером показывает, свои жизненные ценности. Глядя на меня, у него появляется вера в себе. Глядя на меня, он говорит, да если он сделает, тем более смогу. Вот почему у меня много результатов. Вы знаете, как сложно, как трудно сложные вещи объяснить простым языком. Для этого высочайшее понимание нужен, высочайшая мудрость нужен. Кто-то из вас там написал хейтере, что я послушал какой-то водный тренинг, он говорит очевидные вещи, это те вещи, которые мы не заметили. Нет, у тебя мозги не хватало эти вещи заметят. Просто простым языком говорили эти вещи. А если на них наворочивание, маркетинговые слова или финансисты использовали бы, а ты вау, сказал бы, ушел бы. А на самом деле я пытаюсь объяснить так, чтобы у этого человека пошел он дело. Для меня не важно, что люди, что думают про меня. для меня важно, чтобы мой читатель получил результат, чтобы мой слушатель получил результат. Ко мне люди приходят не для того, чтобы слышать мой идеальный русский язык. Они приходят, чтобы решать свои собственные проблемы. Они приходят, чтобы избавиться от кредитов. Они приходят, чтобы удваивать свой доход. Они приходят, чтобы наладить свои смене отношений. Они приходят для того, чтобы реализовать себя в жизни. Они хотят создать свой стартовый капитал, хотят стать владельцем бизнесом только для это приходит первые пять минут кого-то из них может быть раздражает мой акцент или мой русский язык и тогда но через 15-20 минут они забудут обо всем этом они начнут делать то что есть потому что ценности важнее это намного важнее поэтому дорогие мои я ради своих читателей ради своих именно слушатели не изучал русский язык а теперь моя аудитора немного меняется те которые более образованы более грамотные которые все всю жизнь отдали жизнь что просто грамотно писать ну конечно вас понимаю это было для вас слишком важно вы на это потратили много времени все зависит от важности тот момент у меня это не было важно а вы потратили на это время поэтому вы в этом успешны я потратил свое время в другом поэтому мои успеха у вас нет а ваш успех у меня нет куда потратишь время ты получаешь а сейчас что касается меня русского языка еще два года я не буду его учить почему потому что у меня сейчас времени на это я сейчас должен делать определенные вещи для развития экономик своей стране это намного важнее чем я на русском языке буду говорить кто-то из вас пишет как он мог писать на английском если он на русском не могут говорить разве шекспир разговаривал на русском разве конфуция писал на английском вы хоть соображаете что пишите и себе читаете образованными умными но только не знаю какими местами думаете не который из вас просто думаю что вам надо понимать и принимать кто я вот мой образ внимание братья в основе на удивляет что как это так парень который не могут говорить на русском и стал успешным вас удивляет вот это скорее всего поэтому это это как раз противоположная ваша картина восприятия мира вас воспитали по-другому вам в семье это знаете менталитет 70 годах в семье возможно вам говорили если скорее всего вы городской который вы вышиваю выросли в городе вам всю жизнь говорили надо быть образованным надо грамотно писать надо быть таким с кем и так далее и это у вас формировалось это понятие что только такие человеку такие люди могут стать успешным средняя за это было менталитет 70 годах и среди казахстанцев и среди узбекстан среди киргизов и среди таджиков и среди всех это бы туркменов среди всей и думаю что скорее всего может быть у славян и тоже наверное было так но среди нас и точно это было 70 годах так я же изучаю что например те которые городские себя читали немножко как будто они умнее чем ребята которые в районах селах приходили иногда даже им не давали шанс иногда даже им просто возможности не давали в постах или по карьеру подниматься и так далее мясничество и так далее она была всегда есть мы это знаем а теперь вдруг какой-то сельский парень превосходит вас в чем-то и это вас не дает покоя правда давайте по лицом к лицу поговорить правду теперь вам сложно а вы знаете мой образ какой наставник из востока духовный человек который простим языком помогает тебе раскрывать и реализовать себя помогать тебе достигать твоей цели именно образ сельского парень который села который вырос среди горы его духовная сила его мощь внутренняя сила она сильнее чем горы она закаленная в горах его душе как это чистый источник который из горная река который течет и течет река продолжать течь кто пьет то и пьет а кто не пьет река продолжает течь помни всегда об этом наставник который внутри его ценности как те дорогоценности которые внутри эти горы бесконечные миллиарды лет они адаптируются снова 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 вот такой мой образ такой человек поэтому я не статус не стремлюсь идеально говорить на русском я как раз останусь таким простой скромный ближе к народу служи я занимаюсь служением людям и служение аллаха запомни понимаете дорогие мои слушатели читатели люди всех пророков называли мошенниками понимаете все пророков называли мошенниками пророк салава салам пророк ислама его назвали колдуном они мускать и колдун кого-то еще что-то и так далее все пророков так именно его народе его собственный народ который в том городе он вырос хотели его убить они знаете почему потому что они были удивлений что как это так что сколько из достойных людей все лишние выбрать тебя когда сколько их там богате люди в это в этом городе наверное ви тоже так удивление правда дорогие мои уважаемые хекере и думать что если вы чуть-чуть научились на русском языке лучше говорит вы нас две знаете два названия парфюма бурбренда два названия бренда джинса или два программа компьютера вы лучше других понимаете жизнь от чего вы взяли чему вы лучше других или два названия сигарета или водка я видел какой образ жизни ведете я тоже немножко прогуглил про вас несколько из вас я понял один из вас себе маркетологом называет господи хотя бы учись маркетингу другой из вас себе успешно называет таки хотя бы начни хотя бы чуть-чуть понять что ты делаешь они которые из вас мог бы стать талантливым а вы себе убивайте а кто-то из вас своих работников вот тот кто назвал моих служб бараном своих работников называют обезьянам чернокожные свои работников если ты свои сотрудников так называешь те которые тебе принесут доход тогда мне слова не тебе а я на руках нишу свои сотрудники потому что горжусь ими я очень благодарен у вас столько грязь только вливаете господи рот открывает у вас воняет все разве так можно чуть-чуть хотя бы возьмите себя в руку кто-то из вас меня написал что вы переписываете чужие книги и так далее и кто из вас докажет что я приписал чужую книгу я 10 тысяч долларов публично отдам и попрошу прошения и уничтожи эту книгу найди моем книге того книга которая приписал у кого-то не мне надо болтать факты покажи мне один из вас еще умудрялся два мои собственные книги даже не понимая стать богатым может каждый ты моя книга я и деньги это моя книга кто-то из вас говорит я и деньги приписаны книги стат богатым уже каждый ребята вы вы просто юмористы какие-то внимательно почитай стать богатым может каждый я выпустил 2016 17 года 17 вот по моему был а я деньги с 2009 года просто стать богатым уже каждый чуть-чуть дополнение иметь приз данная книги и деньги а кто-то за написали я читал эту книгу просто фантазер и так далее просто дело в том что у тебя мозги не хватает понять что там есть запомни ценности дорогоценности понимает только ювелир никто не виноват что ты это не видишь никто не виноват брат мой каждый человек видит в этом мире то есть в вашей жизни появляется только то то во что вы способны видеть граница ваши достижения определяется уровень вашим пониманием патолог ваши достижения тоже определяется уровень вашим осознанием да когда пророки священник книги принесли кто-то мухаммад салам называл что он просто стихотворение писал а кто-то ведь и видел спасение не забудьте и к тому же любой человек который сегодня профессионал абсолютно в любом сфере ход инженерия ход там врач ход там не знаю любой сфере 70 процент или 80 процент возможно 60 процент это то что учился у других найдите мне какой-то область который человек от рождения ни одного вещь не изучил других сам стал таким вот в том сфере где вы их тоже что-то поняли этого учили у других каждый человек 60 70 80 процент усваивает от других потом практикуют а потом своем практику он что-то поймет и дополняет человеческий опыт в любом сфере так что это технология что это изобретение что это наука что это не знаю сельское хозяйство в любом сфере и нельзя говорить что ой ты вот кого-то приписываешь нет мои книги написано как раз вот 70 80 процент то что я владею я учился у других у моих наставников а вот книгах я пишу дополнительный тот 20 процентов которые я практикуя я понял потому что я не могу приписывать то что у кого-то есть я человек который живу по духовным законом внутри и наружу у меня все одинаково внутри у меня нету тайной жизнь не от своих учеников не от своих можно сказать родных и не от своих детей я не такой как 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 вы думаете чтобы меня понять надо немножко побывать рядом со мной жить со мной чтобы понять кто я реально из кто такой я написал много пунктов для того чтобы досконально на всех ваших вопросов ответить просто мне удивляет что вы не видите в этом польза мне действительно это удивляет себя читайте умными но не можете отличать хорошее от плохое полезное от неполезное уважаемые слушатели уважаемые мои читатели во всем мире 10 процент люди всегда против своего народа если вы внимательно посмотрит все это кто написал эти комментарии эти хейтери и так далее они основном таджики а потом своем шумих они кого-то еще добавили возможно откуда-то потому что люди же это толпа кого-то они добавили туда у кого нет узрели сознание поддавался их ним мнением потому что они шумели больше всех писали какое-то время потому что они наверно столько время ждали что вот-вот довлатва кто-то докажет что мошенник и вдруг им показалось что их не мечта реализовалась всегда найдется 10 процентов люди которые против своего народа а что касается перца и что касается таджиков это особенная история видите вообще-то не только наверное у таджиков это у всех мелькинации то есть у всех мелькинации есть у таджиков это я других не изучали у таджиков это особенно выражено например они сами уничтожали своих именно великих людей поэтому сегодня большинство массовый народ гастарбайтеры таджики под единицам поддельности успешных много но они не бросается на глазах а вот такие которые массово они все остались черно работниками потому что их невеликих постоянно убивали например а болезнь на известный в мире ави цена он основатель традиционной медицины слова медицина она формирована от слова мададисы но он основатель это вы понимаете какой вклад он внес развитие человечества какую важную проблему решал ави цена он был первым кто создал клиники когда он начал со своими учениками делать операции он начал мертвых делать операции чтобы понять по какой причине они ушли от жизни чтобы этим лечить здоровых знаете за это его обвиняли сказали что он неверующий он кафир разве мертвым можно это резит и он убежал он так и умер чужой земли и так и не вернулся к себе домой вы представляете он в пустынях провел несколько лет своей жизни вы почитайте его труды потом поймете его биографию изучайте об дураму беруне это человек который впервые создал глобус он был как раз учеником ави цене это человек астрономик это просто гений его убили уничтожили все его научные создания оба абдулла рудаке откуда начинается классиков это восьмом девятом веке вы понимаете его ослепли на его глазах что-то горячее это ниль бросили я не знал на русском это слово как приводится ослепли его батру дни хололи его бросали камни и выгнали и представьте фазладин мухаммадиев вот один из его внуков писал вот эти все камеры его убили это странно как-то кроме того курбонов академик осами во всех времен он протяжении тысячелетий таджики убивали своих лучших ему мазом в исламе с 4 масаба один из них ему мазом он тоже пильпер он умер в темнице потому что вот до смерти сбывали вот делите вывод поэтому это народ находит внимание обратите потому что он не такой как они у марха ям говорит что харку на харес кофе рашми хона то есть если ты не такой как они тебе читать что ты ты плохой иисуса распяли вы все знаете махадма ганди убили разве махадма ганди что-то плохое дело для индусов он спас их всех я до этого привел вам куча пример таджиков и это два-три из других понимаете джалла ладин руми он таджик он уехал в турции потом стал таким известным абдул-кудри бедил поехал индии потом стал таким великим к маль худжанди шейрос поехал иране и он там стал таким если здесь были бы они его наверное тоже их тоже убили бы наверно такова природа человечества оказываться 10 процент люди всегда действуют против своей нации на место того чтобы помогать им развивать свою страну и так далее так что у меня духовная цель дорогие мои мне бог помощь поэтому вы не можете меня остановить я хочу быть полезным всю оставшую свою жизнь отдать развитие человечестве в чем-то быть полезным для народа так что вас буду огорчать у меня еще 28 книг которые они выпустил да я вас буду огорчать так что 28 книг кто-то из вас написано все наверно в своей мысль на одну книгу не могли писать и представляешь еще запасом на 28 ничего не поделаешь про одной если аллах дал я во все то что добиваюсь я прошу и благодарю всевышнего за то что он мне сделать причина быть полезным для кого-то хоть немножечко я хочу оставшую свою жизнь провести на служение людям и богу вдруг это поможет кому-то кто-то из вас пишет что я пишу свое мнение не пиши моем странице свое мнение пиши если она полезная не пиши то что сломает надежда других эти люди не пришли тебя слышит эти люди пришли ради чего-то то что им нужен не можешь им помочь в этом тогда не мешаем как песок которого обувь дорогие мои хейтеры вообще хейтерство это грязные дела а грязь всегда можно отмевать конечный путь грязь это помойка если вы выбрали то путь конечная ваша дорога будут помойки запомнить это навсегда каждый выбирать свою судьбу в этой жизни я понимаю мухаммеда ли великий боксер говорит что если ты всем нравишься ты что-то делишь не так наверно это так и есть наверно понимаете и к тому же хочу вам сказать дерево которое дает плоди всегда бросает камни если кто-то начал бросать камни мою сторону значит я полезный дети обычно бросает камни в дерево или палки чтобы что-то упало это всегда так но если вы хотели стать хейтером чтобы за счет меня себя показать что кто-то заметил вас обычно так делятся в школе это психолога когда в школе дети когда их не замечают потому что им нету что-то таланта нету чтобы показать себе да отличник своим талантом показывают себя вот ум не своим талантом а то которые незаметно остается потом у кого-то бьет или что-то делает он кому-то мешает чита ручку сломает чтобы про него тоже говорили вообще кто-то заметили его или в жизни когда эти эти люди когда вырастут жизни они начнут всякие на кольки делать вот такие дикие прически дело такое чтобы кто-то заметили что они необычные а вы решили просто прилепиться какое-то нибудь известное имя чтобы немножко себя показать помните вини того человека выбрали хочу вам одну стихи почитать который моя команда подготовила надеюсь что вам понравится спасибо вам кто нам мешает кто нам намеренно вредит кто наши планы разрушает и нас обидит норовит а если бы только эти люди могли понять какую роль они играют в наших судьбах нам причиняя эту боль душа не знавший потери душа не знавшая обид чем счастье в жизни будет мерить прощение радость с чем сравнить ну как мудреть и развиваться без этих добрых злых людей из ими созданных препятствий возникнут тысячи идей вы мне очень помогли теперь от этого я получил еще больше заряда я буду еще сильнее умнее вы мои наставники то что выделять я не делаю именно хейтере говорю наполненных добрыми светом и повторю я им сто раз спасибо вам за все за это ну чтобы мы делали без вас напоследок скажу вам слова матереза она говорит что люди действительны непосредственные эгоистичны а все же люби их все то что ты построил годами могут быть разрушены в одном мгновении и все же построил добро сделано тобою завтра буду забито и все же делай добро если делаешь добро тебя обвинять за коррестностью и самолюбие и все же делай добро уязвимость открыта открытость искренность для тебя уязвимым и все же быть открытым искренним отдай этому миру все самое лучшее отдай эту миру все самое лучшее и ты получаешь жестокий урок и все же отдай миру все самое лучшее уважаемые мои читатели мои слушатели низкий поклон вам спасибо вам за все вы ну